здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube я очень рада нашей встречи сегодняшняя тема это будет посев капусты для тех садоводов и огородников которые не имеют возможности поехать в начале апреля и в конце марта и посеять это в теплицу либо в хороший парник хорошо закрытый и тема будет повторяться неоднократно я уже вижу вас всех кто-то радостно вздохнул а кто-то сказал опять капуста опять эти ее посевы дурацкие да дурацкие ну как вы справитесь с капустой у которой срок созревания например 150 160 дней ну как ну вы же понимаете что посев в начале мая это же просто ну фигня какая-то вы чё делаете ну и что я сею у меня все вырастает когда начинают спрашивать вырастает насколько насколько плотный вилок насколько он здоров сколько он может храниться если он не плотный ну естественно не получаю никогда ответа милые мои еще раз повторяю ну пожалуйста послушайте моего доброго совета высадка капусты в грунт в середине мая должна быть под укрытие без укрытия это все от погоды зависит но вы должны понимать что все таки на ней должно быть в идеале семь восемь настоящих листьев семи доли листьями не является не надо и считать и себя по головке гладить что какая я молодец у меня уже семь нет у вас уже пять без семи долей это очень мало и потом есть капуста скороспелых сортов вам что ее в сентябре надо что ли ее тоже надо сеять также как все остальные позднеспелые и тогда в июне месяце вы будете обладателем уже свежих вилков капусты не надо нестись на рынок не надо есть это травленное перетравленное все господи ты боже мой ну послушайте меня а теперь начинаем значит для того чтобы посеять капусту дома это если полностью нет теплиц их полное отсутствие и парников для посева как же все-таки справиться с этими культурами это будет касаться не только капусты но сейчас капуста вот здесь у меня стоит любимый тазик и здесь вы все прекрасно уже видели и знаете что здесь прекрасная почва она естественным образом на даче на мангале в железном ведре была прогрета прогрета на красных углях на решетку ставила все значит почва это та питательная среда которая нам нужна агроперлит это белые горошки это заменитель песка это в составе его кремний значит и агро вермикулит и это то в составе вещество в составе которого находится и магний калий и кальций тут много чего и кроме этого агро вермикулит будет прекрасно держать влагу что нам так необходимо в домашних условиях особенно значит перемешиваем все в тазике ну соотношение всегда делаю ну на глаз я уже привыкла вот в этом тазике где-то порядка пяти литров почвы до 4 5 большая горсть вермикулита такая же горсть агроперлита перемешиваем чтобы все стало однородным для чего однородным ну пальчиками все конечно нужно размолотить то что там мешает маленькие комочки не обязательно растирать потому что это как раз будет именно то что нужно растению нельзя чтобы почва была знаете как земля которую привозят для газонов вы попробуйте ее полить давай века и и не расколотите если она высохнет ну вот таким вот образом перемешанная я надеюсь что достаточно хорошо ну по крайней мере сверху хорошо теперь наполним вот такой горшок этот горшок квадратный это как раз те мои любимые горшки которые я использую для рассаживания перекатки перцев и баклажан но в данном случае он хорош тем что он квадратный и то что мы сделаем после посева вас несколько удивит но я надеюсь что вам понравится используйте чужой опыт горький а не свой собственный когда тыкишься носом носом и не знаешь что из этого выйдет значит первые две горсти видите земля сыпется потому что отверстий очень много но мы придавим все это ладошкой так вот пальчиками придавим плотно а теперь досыпем столько сколько нам требуется для посева учитывая что мы капусту будем конечно потом слегка подсыпать время от времени так же как и на в парнике на грядке мы же не просто ее рыхлим мы же ее слегка подокучиваем для того чтобы у нее до семидольных листьев могли появиться запасные корни дополнительные это ведь очень важно для растения ну вот надеюсь что контейнер наполнен ну еще горсть не помешает это точно значит я также слегка пока слегка уплотню а а теперь полью поливка конечно естественно должна быть с питательными микроэлементами наша волшебная бутылочка вот на эту лейку горячей воды я добавлю два колпачка но я не буду мерить колпачками потому что я уже настолько привыкла что я и на глаз это сделаю этого достаточно вполне видите количество уменьшилось вот как раз на два вот этих вот колпачочка это даже не колпачки значит а теперь нужно размешать все что там есть конечно нужны специальные палочки все это понятно но у меня вот ножницы теперь пожалуйста горячая вода с микроудобрениями давайте прольем кстати и гуматы там и гуминовые кислоты тоже имеются в составе этого жидкого удобрения прольем тщательно так чтобы у нас вот видите надо ровненько по всей поверхности потому что про мочить нужно все до самого поддона посмотрим как у нас это получится приподнимем нет видите не течет все сухо маловато еще полить нужно дадим ей впитаться и продолжим хочу повториться что капуста любая на посев сроки одинаковые у всех сортов капуст единственное что не подлежит посеву такому раннему еще и рассады это кальраби кальраби можете сеять там в середине мая прямым посевом в грунт и все у вас прекрасно вырастет не морочите у голову рассады кальраби это тау которая как репа над поверхностью растет значит вот в этой бутылочке у меня находятся не семена нет семена вот они вот они все расположились мои любимчики которые будут посеяны вовремя но я сейчас не могу испортить семена я не могу в январе капусту посеять это не перцы не баклажаны и у меня есть такие серебряные горошки я специально подобрала именно вот вместо семян вот такую имитацию а теперь давайте разложим горошки по этой почве и будем при этом думать сколько нам семян надо например одного сорта капусты ну во первых у нас очень маленькие огороды как я понимаю у некоторых 4 сотки вместе с домом бани и прочими там удовольствиями а значит грядка выделенная под капусту примет 30 кочанов не больше 30 растений это уже много среди них будут и ранние и поздние и средние но надо точно рассчитать сколько вам надо на засолку ну 10 вилков надо на хорошую семью да сколько нужно для того чтобы посеять капусты которые хорошо сохранится 5-7 месяцев ну тоже хотя бы там 10 до 15 уже 25 а у нас примеру всего 30 значит 5 мы оставим для скороспелой капусты ну подвинем чуток еще кого-нибудь и посеем штук 10 цветной а кальраби воткнем по краю грядки где-нибудь и мы это все увидим на даче значит вот эти серебряные горошки это якобы семена капусты я посею здесь как будто у нас к ну все семена которые мы собрали все и я их разложу видно так будет да разложу так чтобы нам их не пикировать капуста не пикируется от этого проблема большая будет она у вас просто погибнет скорее всего посмотрите и теперь отступив 23 сантиметра и между ними 23 сантиметра уложу второй ряд земля горячая для того чтобы обеззаразить семена и дать им возможность взойти гораздо быстрее чем они могли бы это сделать в холодной почве но здесь будет одно но значит раскладываем все окончательно чтобы вы понимали как это будет выглядеть ну да ну сдвинулась семечка чуть-чуть но мы же еще и косоруки и слеповатые бывает мы не будем ничего вдавливать в почву но для этого у нас есть свой принцип посева простой и понятный и никак нам не мешающий все семена разложены посмотрите раз два три четыре пять пять раз два двадцать штук корней капусты конечно многое зависит от того какая всхожесть у этих семян но помещать их в стакан с очень соленой водой чтобы одни всплыли другие потонули те которые потонули вроде как нам годятся для посева я давно перестала это делать потому что семена иногда настолько пересушены что они не могут утонуть они так и будут болтаться по поверхности поэтому вот горячая проливка и мы засыпаем наши семечки видно да еды и как они посеяны все ровно и красиво вот этот скатился немножко можно поправить ну страшного ничего нету все я засыпаю слоем ну два практически сантиметра а теперь я утрамбую все это также пальцами ну примерно так слишком мало земли нельзя сверху вот два сантиметра насыпаю а потом тщательно и уже прижимая очень даже хорошо я ее немножко утрамбую нет земля не станет не заложится потому что верхний слой он подтянет только влагу а на самом деле он пышный и очень хороший и очень водо и воздухопроницаемый значит все придавлено все хорошо что дальше делать да все очень просто холодильник у вас есть конечно есть поэтому мы берем пакет неважно какой он там у вас толстый тонкий главное чтобы он был не очень большой и вам было удобно убрать все весь горшок вместе с поддоном естественно в этот пакет отправляем в холодильник для того чтобы это растение как это называется когда обработка холодом помните вот немножко маловат пакетик но немножко только лучше бы если он вот так вот встал ну для для того чтобы они взошли будет достаточно потом я пакет поменяю на немного большей значит а теперь это нужно поставить в холодильник и загляните вы туда ну примерно дня через 3-4 не раньше можете не трогать семенам надо во первых набрать влаги это раз во вторых им надо прийти в себя они же в новой среде оказались они же не всегда находятся в почве и естественно проклюнутся они через 3-4 дня не раньше и вот когда в этом горшке появятся белые петельки вот только тогда вы заберете горшок развяжите его и вот с этими петельками утром это утром вы сделаете если вы вечером увидели петли нет не надо никуда его убирать из холодильника пусть стоит там а вот утром вы придете откроете и уберете на прохладный солнечный балкон или лоджию но в худшем случае я уже слышу а у меня балкона нет тогда пожалуйста окно загородите его от комнаты картоном достаточно высоким чтобы от окна холод был а от комнаты жара не было и сухого воздуха было поменьше это очень важно потому что капуста да она у нас болтается по огороду весь сентябрь практически и она минус пять выдерживает замечательно поэтому и всходы не пострадают там нет мороза там просто температура будет 12 16 градусов это то что нужно практически каждому взошедшему растению температура комнаты даже если это перцы 30 градусов понижается до 16 18 это обязательно значит вы меня поняли да сейчас посеяли все полито завязали и поехала в холодильник ждем всходов но тут кто не успел прогреть почву на даче на бочке где вы жжете мусор или на мангале на углях поставив решетку и ведерко железное разумеется тому рекомендовано вот такое действие но это сделать нужно за хотя бы 10 дней до посева почему и так рано сюжеты вам снимаем чтобы вы понимали что в один день этого не сделаешь значит так сначала берете максим вот это 2 миллилитра вот это 4 миллилитра 4 миллилитра на 10 литров 2 миллилитра на 5 литров воды и вы обычной воды горячей не надо в этом случае проливаете всю свою почву уже приготовленную можно в контейнерах можно в тазиках но тут дырки должны быть лучше в контейнерах таких где есть отверстие проливаете максимом ждете 3-4 дня и проливаете фитоспорином все по инструкции услышьте меня пожалуйста вот после того как фитоспорин поработает и вы заселите туда опять нужные бактерии вот тогда через 3-4 дня можете спокойно высевать любые культуры а вот это здесь стоит не просто так я не за то чтобы все купить я за то чтобы все было удобно и если для меня эти контейнеры очень удобные и востребованы да многие из контейнеров мне неудобны но мне удобны вот такие коробки из-под двухлитрового сока вот эти коробки они видите да с дырками это были крышки здесь я специально выбрала именно верхнюю часть этих контейнеров так будем теперь их называть но это маловато отверстие только с одной стороны и я вам очень рекомендую сделать вот такой вот номер фокус берете ножницы и уголки их 4 и уголки срезаете ну пол сантиметра достаточно видите вот их со всех сторон тут есть одно отверстие но она идет вниз иногда влага внизу просто начинает застаиваться с одной стороны такого отверстия маловато сейчас отрежу специально не резала заранее чтобы вы понимали что делать нужно вот а теперь если взглянуть в этот контейнер таким образом вы увидите что тут четыре отверстия и находятся они на самых вот видите краешках сантиметр суда сантиметр суда вся влага ненужная отойдет обязательно если вы этого не сделаете горько об этом пожалеете потому что как только застоится здесь вода с почвой она начинает закисать начинают гибнуть корни наших замечательных растений а нам второй раз уже некогда это делать я надеюсь что вы все увидели услышали ну хочу назвать свои любимые сорта потому что эти вопросы будут задаваться просто бесконечно посмотрите среди нескольких капуст которые здесь еще не все конечно разумеется здесь нет листовых кудрявых капуст нету просто листовых капуст но здесь есть господи не могу никак взять в руки моя любимица это white excel это белая цветная капуста значит а еще одна любимица венская белая вкуснейшее существо можете немножко посеять рассады чтобы раньше получить урожай хотя она и так в июле месяца будет готова что так что так примерно одинаково конечно абсолютно полезная для нашего организма это брокколи зеленого цвета и это капуста тоже рассадой будет посажена и тоже очень рано значит здесь у меня коронет это белокочанная капуста это конкистадор и ларсия по два пакета всегда покупаю значит здесь по 15 семечек ну просто потрясающие сорта хочу сказать что коронет да вот он это как раз та капуста которая хранится очень долго от пяти до семи месяцев после ее съема значит октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель практически до мая месяца вы можете сохранить ее особенно если холодный и сухой подвал и коронет отличается тем что он не такой жесткий как все капусты предназначенные для длительного хранения теперь две этих красотки конкистадор и ларсия это капусты одна из них будет до 8 килограмм огромный вилок но он не такой большой насколько он плотный он сахарный он сладкий и ларсия и коронет практически они будут храниться до четырех месяцев но при этом их сразу можно использовать на засолку но капусте надо дать все-таки попасть под первый заморозок хороший тогда она будет сахарно-сладкая а вот эти две красотки цветные и фиолетовые относятся тоже к этому братству если вы их вырастите хорошие рассады не забудьте что посадить их надо туда где до обеда будет солнышко до двенадцати хотя бы а потом будет полутень или тень только тогда у них будут развиваться хорошие вот эти головки белые зеленые и они не будут сразу выбрасывать цвет услышали меня ну счастья вам добра и удачи конечно а я все время буду вам помогать от капусте мы еще вернемся